так 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 я вроде слышно всем привет с вами в этих и сегодня у нас будет разоблачение на видео алекса 007 баланса старкрафте нет вся правда про тосах вот начинается видео там начиная свое начну с того что типа не хейтер я алекса ничего такого но то есть я смотрю думаю на что за бред говорит и снимает то есть что это за видео какой полный цирк все начинается там с получается момента там матча innovation против кого-то я даже не знаю там маркад какой-то вот оттуда скриншот где алекс говорит что все это за имба нерфить чарж посмотрите на это у тирана в момент атаки когда силы ты уже с чаржем бегут на него танки еще не разложены то есть его словили на муве в тоса ракета на минус армор залетает очень поздно в итоге ловит только маленький кусок армии и при этом сразу же рэйвен фидбэчится то есть он не может отключать больше много юнитов то есть там вот призма залетает с фидбэком сверху и как бы тос видел выход стал хорошую позицию напал до раскладки поэтому он выиграл эту игру то есть то же самое было бы с тосом если бы он шел ломиться на террона который сидит у себя на базе и ну просто он окликает получает по щам и терран идет этим пачится его добивает вот после этой игры я больше не смотрел потому что понял что алекс тут короче начинает просто хайпить как бы на теме что у всех горит с процессов хотя ну вообще никакого отношения к реальности не имеет и но он решил на этом по хайпить неплохо принципе прикольная понимаешь что это контент это надо делать такие всякие прикольные смешные видео на это уже перебор зачем обманывать бедных людей потому что я почитал комментарии внизу там спасибо алекс теперь я знаю как раз играть на ландере всякая другая чушь то есть ну это же просто бред полный давайте посмотрим вот его примеры во первых я сразу скажу что юнит тестер нажму в принципе подходит для проверки вот такого только кто сильнее марик или зила все вот вот для этого я не тесте реально подходит сравнивать армии можно но это он дает только очень очень маленький реальность событий потому что нету карты то есть ничего не нету реального примеру вот на вот этой зоне алекс сравнивает где он говорит что он плохо кайтил армией кайтил может нормально нажимал вот так вот типа кнопочку да атака паровой клик вроде все окей но в реальности террин не будет драться то есть здесь ты берешь зажимаешься как бы стенку ты понимаешь что ну тебя типа здесь не очень ситуация да и он сравнивает армию сделков к примеру которые ну на клике да она победит давайте посмотрим вот по стоимости они типа равны там даже террин а чуть дороже по лимитам равны до террин армия проигрывает щита да и все и все такие да алекс молодец стаса имба в реальности что будет ну в реальности это армия такая оп оп сделает улетит и развалит тебе мейн и ты больше не варпанешь зелков у тебя будет 9 зелков до конца игры драться потому что они не догонят медиваки вот это хорошо это типа ну как бы это базовая такая история как это должно происходить вот а давайте теперь посмотрим реальность опять же он взял как бы юнитов которые входят состав армии по цене да и поэтому она становится дороже но при этом они не дают ничего то есть бесполезные юниты вот конкретно в данной ситуации где маленькие то есть медиваки нужны чтобы сделать армию мобильный давайте сделаем вот армию например 20 лимитом 20 лимита вот так вот а давайте посмотрим вот реально теперь где у террано есть место развернулся и у него армия такая же по цене то есть вот мы бегаем уже не коримся и все и зелки вздыхают вот равны на составы армии да тут центра конечно бегала но опять же не догонит зелков если есть куда убегать вот давайте возьмем так армия террано будет реально стоить поровну и будет немножко кайтить я не знаю надо ли что-то еще объяснять посмотрите в какой салат просто разобрался протест без шансов да давайте второй пример алекса разберем тоже полный цирк алекс берет рассказывает про мех и начинает говорить что вот этот состав типа давайте там вот танки разложены правильно где они разложены правильно то есть ну так танки не надо раскладывать это неправильно разложенные танки изначально вот протос идет нападать на правильно разложенные танки то есть пример алекса то есть я не вижу вот этого вот протоса который там просто идет испепеляет в ноль все танки да типа он меня убил но опять же где-то в игре эту строй встретишь ситуацию в игре у тебя там танк будет сверху и снизу но нет же не будет играть без блю флейма против протоса да давайте вот эту же ситуацию правильно разложенными танками сделаем с блю флеймом да то есть мины разложим правильно и сюда холбатов которые будут впитывать урон перед танками я что-то вот не заметил на имбу не заметила имба чаджа теран тут у нас идет пушить протоса на пара танков сзади пара здесь во время боя он все равно на нормально их никак по-другому не засплитит примерно так то посов идет его встречать армия у нас по ценам нормальная вот и что у нас произойдет с против сам протос то что-то развалился потому что здесь играет территория вот у нас осталось пять танков тоже ничего не осталось его было больше по лимиту протос все равно имба так что ребята меньше слушайте всякую чухню не давайте вешать вам на уши лапшу и думать своей головой